Глава двадцать восьмая книги Иова. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков и сокровенные выносит на свет. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит «не во мне она», и море говорит «не у меня». Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом афирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего. И приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз ефиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А вот дон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громогласной, когда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку, Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум.